Вор в законе Гуля начал войну в РФ. МВД России опубликовало видео задержания в одном из отелей Москвы на Новоясеневском проспекте двух подозреваемых в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Речь идет о киллерах, которые совершили в конце января 2019 года покушение на криминального авторитета Талия Харифаглы Алиева в Нежневартовске, ХМА и РФ, пишут российские СМИ. По данным МВД, задержанными оказались 23-летний мужчина и его 39-летний сообщник, оба граждане Азербайджана. Прессы напоминают, что 28 января 2019 года в Нижневартовске на улице маршала Жукова произошло нападение на 39-летнего местного жителя. Мужчину расстреляли во дворе жилого дома, выпустив в него из пистолета несколько пуль. В результате пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован в больницу. По данным следствия, заказчиком покушения является представитель известного вора в законе Надира С. Лот Угуле. Судя по всему, таким образом он вел борьбу за контроль над рыночным бизнесом. По данному факту возбуждены уголовные дела и установлены соучастники преступления, один из которых скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Телеграм-каналу МАШ стали известны новые подробности совершенного покушения. Как выяснилось, поверенный в Россию от вора в законе Лот Угуле Васиф Дунималыев прибыл в Хмае, чтобы договориться о контроле над местными рынками, но получил отказ от местного авторитета Талия Харифа Аглы Алиева, из-за чего возник конфликт. Асиф Алиев по кличке Малыш – один из починенных Васифа. Талия Хариф Аглы Алиев – Нижневартовский авторитет, крышующий рыночную отрасль. Васиф встретился с ним на стрелке в местном кабаке 23 января. Там же поставил его в известность, бизнес-спор отдать господину Гуле – целее будет. Тот может потом поделиться, а может и нет. Дальше ситуация развивалась таким образом. Талех посылает Васифа и передает Гуле, чтобы тот держался подальше от Нижневартовска, пишет телеграм-канал. После этого, по данным МАШ, Малыш отправил двух киллеров разобраться с Талехом, пообещав взамен места в новой группировке. Через несколько дней на Талеха было совершено покушение. Ранее сообщалось, что вор в законе Гуле в начале декабря прошлого года был депортирован в Азербайджан из Турции, где он находился после освобождения из колонии. СМИ сообщали, что законник был помещен под домашний арест и находился под присмотром полиции. Однако позже выяснилось, что менюст Азербайджана не знает о местонахождении Гуле после его депортации. Напомним, Салифов, демонстративно не признавший нового вора в законе номер один Олега Шишканова, Шишкан, имеет свои интересы в России. Находящийся в федеральном розыске лот у Гуле обложил данью торговцев в разных регионах РФ, общаясь с предпринимателями с помощью видеоконференции. Эксперты уже высказывали опасения, что с выходом в 2019 году из тюрьмы известного вора в законе Терриела Аньане, Таро, и его возможной коалицией с Гуле Россию может захлестнуть новая криминальная война.